Всем привет, друзья! И сегодня я отправился в самое настоящее кладбище самолетов, в которое может попасть каждый. Итак, друзья, полетели! Давай, я нажму еще. Давай, просим звонить и ждать. Илья, почему такой громкий звук? Такой громкий звук, потому что здесь все, как у настоящих летчиков. Все пропитано авиацией. И действительно, в этом музее не просто все пропитано авиацией. Здесь собрана большая коллекция советской авиационной техники. Вертолеты, самолеты, в том числе военные реактивные. Также самолетные трапы, пожарные машины и другие экспонаты. А находится музей недалеко от Рижского аэропорта. О расположении этого места мало кто знает, хотя коллекция является по-настоящему уникальной. На сегодняшний день эта экспозиция является самой большой вне страны СНГ по числу авиационной техники. Музей ведет свою историю с образования в реги-клуба юных летчиков в 1965 году. Создатель и бессменный директор музея Талпа Виктор Петрович, с которым нам удалось поговорить. Он и рассказал, что организационные трудности легли на его плечи. Тогда молодого авиаинженера, работавшего в Латвийском управлении гражданской авиации. В общем, короче, сосватывали меня. И я этим делом занимался. А поскольку у нас мы давали трехгодичную подготовку, люди, в принципе, пацаны как-то уже настраивались, чтобы в будущем они продолжат свою биографию в авиации. И мы столкнулись с вариантом, когда действующие предприятия, когда мы определяли пацанов, типа, там, на практику, там, туда-сюда, они от него отмахивались. Ну, кому интересно, личные предметные это, за что-то отвечать, да? И мы тогда начали создавать свою учебную базу. А вот с военными, с гражданскими и прочее, прочее, в общем, начали стаскивать технику, как могли. И стал вопрос, что дальше? И мы организовали музей. Из наиболее интересных экспонатов можно выделить тяжелый транспортный вертолет Ми-6. Это первый в мире вертолет серийного производства. Ми-6 был самый грузоподъемный по тем временам. Вот эти все экспонаты, которые вы видите в этом ролике, собирались более 50 лет. Другой экспонат, которым гордится Виктор Петрович, это пассажирский самолет для региональных авиалиний Ан-24. Самолет выпускался с 1959 по 1979 год. Было выпущено более 1200 таких самолетов. Наконец, с 2011 года 101 эксплуатируется. С начала 60-х годов и вплоть до сегодняшнего времени остается основным самолетом, летающим на местных авиалиниях в России и странах СНГ. Вот здесь сидел командир, вот здесь второй пилот. Вот это бортмеханик тут сидел, вот это кресло поднимается, а тот фокус, который я сидел, я вот тут сидел. И вот так сижу и смотрю вниз. Значит, вот это контроль. Бортмеханик контролирует и управляет двигателем. Вот это приборная доска его, вот это, вся. Ясно? Вот так. Вот это командир, командир. Вот это авиагризонт, пространственное положение показывает самолета, да? Это вариометр, это указатель вертикальной и... вертикальной скорости, скорость снижения, да? Дальше. Командиры то же самое, почти. Так, вот это аэлеронами, это руль высоты. Для того, чтобы вот это осуществлять, значит, нужно сначала растопорить рули. Вот теперь, видно? Да. Вот это я на себя, значит, самолет вверх пошел, вот так вниз, вниз пошел. Вот это влево, а это вправо. То есть, как это получается, вдвоем нужно делать или можно и одному? Нет, у них дублированное выражение. Дублирование, вернее, соединение механическое. Это радиокомпас. Вот опознавание, свой-чужой и в таком духе. Все просто. Действительно. Чего? Это действительно необычно находиться в заброшенном самолете и представлять, что когда-то здесь были пассажиры, были бортпроводники и стюардессы. Сейчас здесь никого нет. Также среди коллекций самолетов есть и советский истребитель-бомбардировщик, разработанный в конце 50-х годов ОКБ имени Сухого, Су-7. Однако в свое время все эти самолеты, а также другая уникальная техника, были под угрозой того, чтобы отправиться банально на металл. Наступили времена перестройки, самолеты у нас отобрали и продали, и мы остались безработные. И стал вопрос, или ехать в Москву, в Россию, и там устраиваться, как говорится, начинать с нуля, или же здесь. И так получилось, что надо было спасать вот это все. И я остался здесь. Нужно отдать должное руководству аэропорта Рига, которая в 98-м году выделила место для техники фактически на своей территории, так как клуб юных летчиков стал никому не нужен. Если бы не выделили землю, неизвестно, что бы стало с уникальной коллекцией самолетов. Что самое удивительное, вот рядом с заброшенными самолетами есть и действующие самолеты. Вот, если видите, уже идет на взлом. Во, взлетает. Удивительный совершенно кадр действующих самолетов и заброшенных самолетов. Просто невероятно. Официальный музей существует вот уже 21 год, самостоятельно, без всякой поддержки государства. К сожалению, многие экспонаты находятся в плачевном состоянии. Под открытым небом и на сырой земле самолеты ржавеют и тем самым портятся. В идеале, конечно, сделать хороший ангар, чтобы экспонаты прослужили как можно дольше, дабы больше людей смогли увидеть самолеты. А получается, эта техника вам принадлежит? Ну, типа. Ничего себе. Ты все миллионер. Да ну. Что-то я себя не чувствую миллионером. Одни проблемы. Потому что это никому не нужно особенно, да? Однако и с арендой земли, на которой сейчас стоят самолеты, есть свои нюансы. Хоть аэропорт и предоставляет территорию под музеи, но в последнее время понемногу сужает ее. Потому что земля все-таки стоит немалых денег. А вам, получается, бесплатно аренду дает эту землю? Ну, у нас есть договор с аэропортом, да, и он, в общем-то, пока меня не обижал. Но как получится, не знаю дальше, потому что уже два самолета мы перевели на эту сторону, потому что здесь будет строиться ангар, и нас ужимают. Фактически мы представляем российский авиапром за бугром. А что касается России, то мы всегда Россию помним, потому что Россия дала нам образование, вот, дала профессию, интересную работу, и об этом забывать, это, я считаю, преступление. Не проходите дня, чтобы мне не говорили спасибо. Ну что ж, друзья, вот такой вот получился лайтовый, спокойный и просто ламповый выпуск. Подписывайтесь на канал, ставьте большой пальцем вверх, и всем удачи, пока. И не забывайте то, что это музей, и сюда можно прийти и посмотреть своими глазами все эти экспонаты. Это из серии того, когда я тебе часто задаю вопрос, а не дурак ли я? Поэтому, конечно, я знаю такое простое выражение, но как, оно уже выдержало испытание времени. Если человеку внедрить бациллу авиации, то это практически неизлечимо и на всю жизнь.